Всем здорова, чуваки! С вами, как всегда, на сети Брайана. Мы вместе с вами продолжаем играть в Атилу Тотал Уор заеб-данов без авторасчета в один стак. И, собственно, остановились мы с вами на том, что уничтожили поселение Тингиз. Готовимся оттолковать Малаку. Ну, а дальше пойдем уже, соответственно, на новый Карфаген. Как-то так. Пока что Лангобарды подтягивают сюда свои силы в Испанию. Плюс, я так полагаю, что у нас Галлия собирается пройти вторжение в Британию. Один стак уже небольшой из 10 отрядов пробрался все-таки туда. Я постараюсь контролить Галлию, чтобы она не смогла переплыть. Но один фиг. Контроль, не контроль. Они здесь могут спокойно пройти. И все было напрасно. Но, в любом случае, гарнизоны у нас крепкие. Так просто мы сдаваться не собираемся. Я думаю, их ждет большое разочарование, когда они придут к нам. Поэтому, будем ждать. И примем их самым теплым способом. Так, ну что ж. Я так полагаю, нам надо завершить ход. У нас 18 тысяч казна. Может, сейчас что-нибудь построим еще. Давайте здесь. Здесь, здесь, здесь. Так, здесь у нас что? Арбатская верфь. Здесь давильная винограда. И еще построечка пустая остается. Ну, здесь, наверное, санитарию надо будет отстроить. А здесь давайте мы тогда построим мастерскую ремесленника сейчас. Мастерскую ремесленника. Я хочу прокачать пастбище до третьего уровня. Там появится кава ближнего боя. И постараться от конных застрельщиков поменять со временем. А здесь же у нас кельтские... Кельтские лучники будут доступны. Не знаю, что они себе представляют. По статам тоже изучим. А вот еще пастбище у нас через ход будут здесь тоже. Замечательно. Ну, единственное, когда мы возьмем молоко, мы уже отойти никуда не сможем. Так что... Нам придется здесь держаться. Так, окей, хорошо. Здесь мы все сделали. Давайте тогда завершим ход. Золотишко, кстати. Может, строить золотишко взять. У нас порядок, в принципе, вроде позволяет. По санитарии... Вроде тоже сильно не опустимся вниз. Ну да, давайте золотишко тоже улучшим. Можно рыбацкую верфь отстроить. Хотя нет, давайте пока ставим. С пищей у нас проблем нет. Да, кстати, забыл. Мы же еще, кстати, и с алиманами начали вести войну. Поэтому врагов у нас теперь побольше, чем ранее было. Проблем будет тоже побольше, как говорится. Так, селения второго уровня отстроили. Замечательно. Ну, тут я уже, по крайней мере, за нашей провинцией более-менее спокоен. Теперь всякие бомжи сюда не приплывут у нас. Так, селения. Ну, это все то же самое. Поля отстроили. Да, вот здесь, кстати, у нас теперь каба. Ну, ладно, мы возьмем сейчас лучше поселение, пока враг не укрепился тут. У них тут еще стак один остался, но они ушли. А лангобарды там побитые у нас плавают. Так, тебя давай сюда на разведку. Нам еще вот это поселение как-то колонизировать надо будет. Не знаю, как мы будем колонизировать единственное. Так, здесь, не знаю, налоги можно уже включить? Нельзя? Не, пока нельзя включать налоги. С пищей здесь большие проблемы у нас. На хода так через 3-4 только налоги сможем включить. Так, что тут у нас? Франки, франки, франки. Куда франки поплыли? А, вниз поплыли, да? Ну, короче, мы их не добьем. Вот сюда аж удрали. И Галя стоит, ждет. Так, пускай стоит, ждет. У вас тоже будем ждать, стоять. Здесь на меня грабят, сволочи. Ну, в принципе, это не сильно сказывается на моем порядке. Более-менее народ терпит. Нужно вообще, кстати, убрать налог. Налог вообще на самый низкий свести. У нас 11 тысяч, все равно доход останется. Мы даже сможем больше тогда построек на доход отстроить. Соответственно, мы забустим наш доход другим способом. И все. Ну что, давайте-то проатакуем провинцию. Ну, тут, в принципе, на самом деле все ясно. Будет легкая победа, я ее даже записывать не буду. Ну, и все. В принципе, без проблем мы взяли поселение. Сопротивление пытались оказывать, но этого было недостаточно, конечно. Так, оккупировать. Ну что ж, дальше у нас Лангобарды. Но, единственное, перед тем, как мы уйдем с этой провинции, опять же, нам надо хорошо построить здесь оборонительные сооружения. Я не знаю, перестроили они тут Карфаген. Ни хрена они не перестроили. Тут только начали перестроить. Ну, понятное дело, они дорогие очень постройки для перестройки. Что бы там 14 тысяч, 15 ходов на уровень надо снижать. Рыбацкая вельфия у нас есть. Казармы пехоты мы снесем. Нам они тут не понравятся. Хотя с другой стороны... С другой стороны... Наверное, все равно снесем. Так, тут у нас общественный порядок пища 130, а здесь пища 35. Здесь пища у нас 35. Общественный порядок плюс 4. Здесь у нас общественный порядок плюс 4, но пища 130. Общественный порядок плюс 4, общественный порядок плюс 4. Производство вина 20, производство вина 20. Пища от земледелия 35. Пища от земледелия... А, ну тут понятно. Просто сейчас постройка сломана не помогла. Блин, вроде общественный порядок одинаковый, пищи больше. Все понятно. Просто древний виноград дает больше пищи. Плюс производство винограда здесь идет. Общественный порядок 9. Винодельню. Давайте винодельню отстроим. А у нас она сейчас и так. Окей. Это под снос. Здесь, скорее всего, тогда у нас будет санитария. Что, кстати, если мы включим сейчас? Все равно минус будет у нас. Да, минус 80. Ну, кстати, сейчас у нас это отремонтируется. Эта постройка у нас на уровень снесется. И, в принципе, у нас будет нормально все с пищей. Мы включим здесь налоги. Доход будет хороший. Ладно, поехали дальше. Так, франки. Откуда они, интересно, взяли эту армию? Такой вот вопрос на засыпку. Ну, я помню, там у них что-то оставалось. Что-то оставалось у них. Ну, приплыли. Приплыли. Состав не слабенький. Так, что у нас есть? Инженеры. Ну, в принципе, ладно, поехали. Я просто помню, что у них был стак. Я его еще долго очень искал. Не мог понять, куда он делся. Они в долгое время просто скрывались от меня. И вот, наконец-таки, решили показаться. Ну, и хорошо, что мы их, в принципе, я думаю, разобьем. Как говорится, знаете, не такое отбивали. Причем даже с меньшим гарнизоном. Поэтому для нас тут ничего нового нету. Главное, единственное, вот проблема, это опять же ударную каву. Надо будет разбить. Вот тут стоим, короче. Вот так вот. Кельских воинов пока оставлю в городе. Откуда у них-то не показано, откуда подойдет кава. А, вон она, да? Окей. Соответственно, сюда я вас выведу. Потом генерала нашего высадим. А вот этими ребятами поплаваем, пойдем потопим там кораблики вражеские. Причем потопить надо постараться нам именно вот генерала взять. Сейчас, если кава сюда вся зайдет, мы ее тут еще перестреляем с вами. Надо постараться уничтожить так, полностью. Прям вырезать его. Так, вот этот флот пока пускай не высаживается. Иначе его шотнут мне сразу же кавой. Все, включаем застрельщиков. Начинаем отрабатывать. Каву. Вся ударная. И вся ударная. И в городе готовимся ее сейчас ловить и добивать. Самая проблема на это вот... Блин, все-таки высадились. Вот дебилы. Смерти захотели. Что там, не вольнем его, да? Я смотрю. Арбалечков бы хорошо еще потопить. Точное попадание. Прям, точнее, некуда. Идем дальше. Один отряд остался без снаряжения. Так, все, отстрелялся у нас отряд один. Убираем его, ставим другой. Сюда подводим еще резервы. Вы можете, в принципе, здесь стоять. Ну что, потопим, не потопим? Генерала-то. Что там? Отлично. И там семь человек, все, убежало. Ну, давай, давай. Что, неужели не потопим? Ну, елы-палы. Ну, как так? Чутка не хватило его потопить. Вортиш и достает по нему хорошо. Чему не может стрелять? Находится в радиусе поражения. Блин. На хера ты плывешь? Такой вопрос. Залп дал бы. Блин, еще и два флота мне преградили путь. Ну-ка. Ну-ка, в последний момент. Попадем, не попадем? Да! Чутка не доплыл. Бедолаги просто. Чуть-чуть не хватило ему. Красавцы. Ой, красавцы. Так, давайте вот этого теперь свои. Вот она, увы, спасти нам, зять. Просто шикарно. Да, просто в последний момент, а не его. Ну, взял был там с корабля. Выбрался бы на берег. Не так уж там глубоко, но он все равно погиб. Видимо, просто, знаете, полководец не умеет плавать. Так, получилось, что полководец не умеет плавать у них. Все, отплываем. А то у нас сейчас там арбалечки зальют. Да, они теперь все потрясены у нас. Хотя, ладно, давайте застреловку берем. Сюда фиану подведем. Полководца прям, наверное, куда-то, не знаю, везти, чтобы арбалечки его не шатнули нам. Все, ждем туда их. Давайте ускоримся. Это уже победа. О, кстати, можем доставать отсюда по... По топорникам. Можно на самом деле включить огненный и свистящий выстрел, но я не хочу. По одной причине, что не все разбегутся у меня, я могу всех просто не догнать. Шака у меня мало. А их довольно-таки много. Зачем? Тем более у меня сейчас есть возможность их за стрелами шатнуть. Славно. Можно, в принципе, на крайняк пока стрелков отключить. Пойти уничтожить арбалетчиков одним отрядом. Пики забрать. Вот, они уже бегут. Давайте следующих. Вот этот вот отряд надо будет обязательно добить мне. Так, один кто-нибудь давайте туда. Потому что второй отряд у меня должен стоять здесь с выхода и готовиться, если что, их догонять. Давайте теперь топорников. А, кстати, топорников в первую очередь поубирать. Они баррикады сносят довольно-таки быстро. Ну, там у нас работает либурна с берега, с моря точнее. Хорошо. Ой, набросились, ой, набросились на баррикаду нашу. Все, отстрелялся отряд. Давайте следующий ставим. Так, вот как раз у нас отступающие первые выбегают из города. Их обязательно догоняем. Все, сносим дальше. Побежали, ребята. Еще побежали, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда ж ты стреляешь? Не надо сюда. Не надо так. Так, этих мы разнесли с вами. Что там, кстати, с арбалетами? Полностью их покарали. Хорошо. Пока идем вот этих теперь копейщиков. И вот тут готовятся на выход у нас еще ребята. Они уже паникуют все. Что, давайте тогда, в принципе, большую часть мы их перебили. Можно их напугать слегонца. И на этом заканчивать битву. Так, там сколько убегает? Четыре человека. Во, бегут ребята. Да, не прорваться вам тут, не прорваться. Вот у нас отряд убегает. Давайте с той стороны его встретим. Так, вот здесь мне сейчас могут баррикаду пробить сзади прям. Франские топорники оказались. Довольно такими стойкими ребятами. Так, сколько там убегает у нас? Пять человек, три человека, семь человек. Все окей. Ух ты. Ну это топорники поработали, сразу видно. Это работа топорников. Давай отходим назад. Есть кого там догонять сейчас. Давайте кавой сюда ворвемся сзади. Уходите, уходите, уходите. Не стойте, не стойте. Зачем? А, ну все, не побежали. Отлично. Победа. Победа. Догоняем всех. Ну все, отлично. Франков мы потопили. В итоге у них осталось, а только флотоводец один. То есть, как бы, они уже больше мне... Для меня не угроза. Да, вот тут вот сюрприз, если честно. А, ну они наемников нагребли, короче. Понятно все с ними. Фуллстаг наемников собрали и приперлись. Ладно, поехали отбиваться. Бля, еще и туман такой жесткий. За которого ни хера не видно будет половину битвы. Не люблю. Не люблю я такую погоду. Так, вы тут стоите. Альбурн у нас будет и не с нас море отстреливать. Этот меня будет бесить. Так, поставили. Там еще на всякие бомжи есть. Все, поехали. Каву сразу выведу из города. Там еще флот, кстати, небольшой есть. Я думаю, он просто не доплывет. Конечно. Новые корабли, смотреть в оба! Так, ну и у них еще шкала должна прийти суши непосредственно. Поэтому свою надо запрятать, взять. А где непонятно пока. Так, а ты что остался? Хотел пойти попробовать. Вряд ли получится. Мне сейчас просто перехватят или перестреляют. Ну да, так оно и есть. Ну, по крайней мере... По крайней мере, боезапас они свои порасходуют все. Вот она, кстати, Кава. Блин, туман, конечно, трындец. Так, еще более-менее нормально. А с высоты просто одна синева у нас. Мы потеряли целый отряд! Так, ну и КАО не видно. Чего они там ее обходят-то? А, вот. Армия. Вот она, вот она, вот она. Все, я понял. Я что, думал, не все с моря будут идти. Нет, КАО мою не видно, на нее не спалят. Наш корабль берут на абордаж. Уже выдохлись. Такое впечатление, что они на марш на меня нападали. Ну, кстати, либур наполненный боезапас уже израсходовала. И это хорошо. И стрелков, да, с собой всех привели сразу же. Так, во, начало, начало, начало бомбить нас. Главное, чтобы генерала моего не трогали, в принципе. Пускай стреляют на здоровье. Все, давайте КАО тогда подведем. Потихонечку разберем метателей и стрелков с вами. Верблюды еще. Кельты в первый раз в своей жизни увидели верблюдов, да, такие. С Британией холодной приперлись. Почти, ну, можно так сказать, в Африку. Не совсем, конечно, рядом, но просто африканские племена тут напали, наемные. Кельты учатся ездить на верблюдах. Так, вот она, говоря, у нас стреляет. Я хотел его приберечь. Сам пострелять. Бля, вы метатели, смотри, как меня отстреливают. Их очень много. Нужно с ручником их забирать. Потому что отстреливают моих копейщиков, заразены. А лучники мои особо урона так, как таковой, не наносят. Они никак не смирятся с поражением. Они снова идут в бой. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Бля, кто-то убежал у меня уже. Лучников моих размочили, сволочи. Так, а чушь ты у меня пешком-то идешь. А еще и побежали, они непонятно куда. Зачем они в эту сторону побежали, даже непонятно. Ой, хорошо, моих тут. Давайте отключим, ладно, на гор. Потому что может очень легко своих зацепить и взять. Так, 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 отходи, 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 отходи. Там генерал. Так, давайте поможем. А у меня даже один отряд копеечков убежал. Обалдеть. Чумить. Хорошо постреляли меня, они на славу. Давайте вперед на них. Так, метатели, метатели догоняем. Что-то забаговался отряд, кстати, у них один. Вот, лично всех стрелков поймали. Там метатели еще стоят. Мы сокрушим их числом. Мы сокрушим их числом. Во. Куда, кстати, генерал, да? Гнейкан. Так, здесь лучники у нас разбежались. Почти все. Почти все. Блин, там, смотри, сейчас моих еще копеечков уничтожат. Наши люди сломлены, они бегут. А все, они убежали раньше времени. Ну и хорошо. Океан милостив к нам. Это точно. По поводу океана они все точно сказали. Ну что, ну да, генерал уцелел. Тут убежали наемники на верблюдах. Ну, то есть они еще вернутся у нас. Хотя, с другой стороны, в принципе, можно сейчас этих убить и тех убить. Но, единственное, все это придется разыгрывать мне вручную. Так, здесь строим кузницу пока временно. Что, кстати, налоги? О, отлично. Замечательно. Налоги можно включить. Так, наверху у нас что там? Франки далеко, да, уплыли? Галя стоит, выжидает. Франки аж сюда рванули у нас. Парамир, в принципе, с ними заключить. Они все равно, на самом деле, мне ничего не сделают уже. Флотоводец, он не высадится, ничего. Давайте миром кинем. Потому что добить мы их не добьем с вами. Это точно. Потому что мы не будем целой армии, которая у нас возле Британии, гоняться за ними по всей карте. Если бы мы могли там собрать какие-нибудь небольшие отрядики, да, карательные, то да, другое дело. А сейчас никак. Так, Испания. Испанию сейчас добьем. Я хотел, знаете, что посмотреть по поводу вот Галлии. Но она... Нет, не заключит со мной ничего. И Алиманов хотел глянуть. Нет, Алиманы тоже со мной ничего заключать не собираются. Так, Алланы. Доношения улучшаются. Ну, все, в принципе, больше у нас ничего не с кем. Можно попробовать договоры не нападения им. Нет, не хотят. Ладно, тогда пошел и добивать эти ошметки. Кого для начала взять? Убить. Вот эту армию или вот эту армию. Мне кажется, лучше флот убить. Так, генерал готов. Даже уровень смогли выкачать ему. О, наконец-таки. Шикарно. Опыт для новых отрядов плюс 6. Очумить. И тут еще варварскую сферу возьмем с вами. Ох, у нас какая имбовая армия будет. А если еще сейчас найти, что тут есть, интересно, у нас опыт для армии. Содержание минус 8 для сухопутных. Так, 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 так. Нету. Опыт для стрелковых отрядов. Подожди. Опыт плюс 2 для новых отрядов ближнего боя. Блин, представляете, каких мы там сможем пацанов набирать сейчас. Девятого ранга просто. Что? Охренеть. Просто имбовый, ребята. Блин, я здесь отстрою кузницу, я их всех перенайму. Чувствую. Обалдеть. Так. Все, я понял. Так, отступают. Все, по идее, Испания у нас уничтожена. Теперь, со стороны Африки нам никто не угрожает. Ну, разве что Западная Римская империя и Мавры могут обидеть войну. Ну, если честно, я не думаю, что должны, что они объявят, точнее мне войну. Было бы неправильно с их стороны. Да, вот она сейчас здесь кузня отстроится. Будет реально жесть. У нас вот так отряды ближнего боя, посмотрите, как у них сумасшедший. Офигеть. Офигеть просто. А что здесь можно еще выкачать, взять? Боеприпасы, опыт для новых стрелковых отрядов, сплоченность. Ну, вот разве что можно пополнение. Кстати, дальность перемещения тоже неплохая штуковина будет. Ну, то есть, большой обоз надо будет изучить. Получается, в принципе, это мне не нужно. На восьмем ранге мы вот эти две технологии вкачиваем, да? На восьмом. На девятом мы полностью вот эту выкачиваем. Хотя, в принципе, мне она не особо нужна. Лучше реально вкачать тогда дальность перемещения для армии на максимум. То есть, в принципе, нам хватит как раз таки, чтобы великое переселение замаксить. Тут, в принципе, мне это не надо особо. У нас так боевой дух нормальный всех. Вот так вот. Вот так вот. Ну, я думаю, мы, скорее всего, с вами отправим в любом случае шпионов сюда в Кесарио одного, дабы следить за армиями, которые там будут формироваться. Потому что их там нету, 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 а потом бах, и стак приперся к тебе. И от одного тут поставим. Ну, хотя тут перестраивают город. Тоже, да, перестрадутся. Ну, отлично. Мы, кстати, потом за счет этого даже намного быстрее сможем развиться. Пускай перестраивают. Это очень хорошо. Это просто замечательно. А, подожди, Лангобарда не воюет, что ли? Не, не воюет. Что тут что-то не столпились возле Нарбомарциуса. с Аланами уже начали войну. Так, хорошо, что завершаем ход. Повышение ранга. Это наш губернатор. Что у него, кстати, там припал немного в общественный порядок в городе. Снос плаца пехоты. Еще раз его сносим. Да, вот как раз стадо скота отстраиваем. Пастбище возвели. Канавы возвели. Отлично. Да, теперь вот разведочку надо здесь. Так, город пустой, да? Вот, это отлично. По крайней мере, мы знаем, что тут никого нету. А сколько у них вообще регионов осталось 9? Пальма заброшена. Тут неизвестно, а здесь кто-то есть. Окей. Так, тут стак, фулл стак копейщиков у нас в городе. прям сидит. Я думаю, мы один ход отсидим, а на следующий нападем. Они его не начали, перестраивать? Нет, не начали. Значит, нам с вами придется его перестраивать. Значит, ждать нет смысла. Так, у нас эти 18 тысяч, чтобы на эти деньги отстроить. До какого мы дохода найдем, дойдем в конце нашего прохождения? Как думаете? Плюс, какой у нас будет, 1080 заход с одной этой армией, блин? Это же капец. Мы даже вот один я не вкладываем. Есть, конечно, во что можно вложиться. Можно, в принципе, порт отстроить, взять. лишним, я думаю, не будет. Канава пока оставлю такими, какими они сейчас есть. Так, здесь тоже, если каменный курган отстроим, то с пищей беда у нас начнется. Вот здесь пока порядок припал, пока строить здесь ничего не буду я. Здесь можно рыбацкую верфь отстроить. Подозрительная смерть разведчик. Вот, сволочь, убили мне ангента. Малый город. Отлично. Здесь санитария. Здесь порядочка плюс один уже у нас. Сложность. ну, тут видите, иммигранты. А здесь вроде их нету. Здесь меньше иммигрантов. Ну что ж, друзья, в принципе, на этом мы с вами будем заканчивать сегодняшнее наше прохождение. На следующей серии мы начнем как раз-таки его с штурма нового Карфагена, потому что это как раз-таки наш шанс, чтобы его проатаковать и не дать вот этой армии уплыть никуда. То есть, ее надо в этом же городе и положить всю. Плюс этот же флот, который рядом базируется. Гарнизона там у них нету, как таковой. То есть, в принципе, я даже примерно знаю, как можно этот город будет взять нам. Что ж, всем спасибо. С вас, как всегда, лайк, подписка, обязательно включайте колокольчики, чтобы получать уведомления и не пропускать новые видео, а также стримы. С вами, как всегда, на связи был Брайан. Всем пока и увидимся на новом видео, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok